Всем привет! Вы на канале TastyFood. Я вам сегодня хочу предложить очень вкусную грузинскую закуску. Это баклажаны по-грузински. Вот попробуйте, пальчики оближите. Конечно же для этого блюда мне в первую очередь понадобится баклажан. Ну и какое же грузинское блюдо без грецких орехов? Также мне понадобится зелень кинзы, зелень петрушки, приправа мели-сунели, чеснок, масло для жарки, соль, черный перец, гранат. И конечно же я буду использовать мясной бульон. Но если у вас все-таки не будет мясного бульона, можно заменить обычной водой. Вот и все, приступаю. Да, и насчет зелень. Кто любит просто кинзу, можно просто начинку готовить только с кинзой. Но если кинза для вас приторна, можно кинзу не добавлять, а заменить петрушкой. Но я все-таки люблю 50 на 50. Для меня так вкуснее. А вы смотрите на свой вкус. Я просто обожаю баклажаны. Наверное, как и вы. Когда приходит сезон баклажанов, я стараюсь приготовить мои самые любимые блюда. Я очень люблю тещин язык. Действительно, это блюдо получается великолепное. Баклажаны в меру остренькие. То, что нужно. И очень люблю, конечно же, приготовить. Вам тоже советую. Это лазанью из баклажанов. Но из баклажанов можно приготовить не только такие блюда. Можно приготовить просто великолепнейшие салаты. Обязательно воспользуйтесь этими рецептами. Тем более, что они есть уже на моем канале. Даже если вы не любите баклажаны, поверьте, приготовив такой салатик, вы измените свое мнение. И, конечно же, ссылку на эти рецепты я оставлю в инфобоксе. Чтобы грецкие орехи были более ароматные, их нужно обязательно поджарить на раскаленной сковородке 3-4 минуты. Обязательно все время помешивая. Орехи обжарил на раскаленной сковородке на большом огне. Они подрумянились и стали ароматом. Я их обжарил буквально 4 минуты. Выкладываю на тарелку, пусть немного остынут. Баклажаны нужно нарезать тонкими пластинками. Если вы боитесь, что баклажаны у вас будут горчить, конечно же, лучше всего баклажаны посолить сверху и оставить минут на 30. После этого обязательно промойте проточной водой. Ну, честно сказать, сейчас такие сорта, что баклажаны просто не горчат. Раскладываю баклажаны и, конечно же, посолю и добавлю по вкусу черный перец. Солить и перчить буду с двух сторон. Раскладываю баклажаны и баклажаны. Баклажаны буду обжаривать на подсолнечном масле до румяности на среднем огне с двух сторон. Выкладываю баклажаны на горячую сковородку. Баклажаны подрумянились с одной стороны, переворачиваю их на другую. Можно переворачивать с помощью вилки. Только делайте это аккуратно. Аккуратно. Посмотрите, какие получились баклажаны румяные и красивые. Конечно, если у вас есть сковородка-гриль, это вообще чудесно. На сковородке-гриль они еще получатся такие красивенькие, полосатые. И выкладываю баклажаны на бумажное полотенце. Пусть течет лишний жир. Орехи остыли. Самое время их измельчить в блендере. Примерно вот так вот будет достаточно. Отправляю в удобную посуду. Слишком мелко орехи измельчать не нужно. Чтобы у вас получилась такая вот небольшая крошка. Зелень нужно мелко нарубить ножом. Аромат, конечно, от зелени стоит невероятный. Особенно от кинзы. После того, как вы нарубили мелко зелень, отправляйте ее к орехам. Также выдавлю сюда 2 зубчика чеснока. 2 зубчика у меня крупные. Поэтому будет достаточно. Чеснок контролируйте сами. Если любите более чесночный, можно и 3-4 зубчика выдавить. Обязательно добавьте пол чайной ложечки приправы хмели-сунели. Также добавлю черного перца. Также по вкусу. И добавлю соль по вкусу. Кстати, по желанию можно добавить уксус. Кто любит? Буквально чайную ложку. Но в моей семье уксус не любят. Поэтому я добавлять не буду. Затем хорошо перемешаю. Даже немного перетираю ложкой. Даже если есть у вас ступка, можно это перетереть все с помощью ступки. Контролирую начинку с помощью бульона. Начинка у вас должна получиться густая. Если вы ее сделаете слишком жидкую, она просто у вас будет вытекать. Чуть-чуть добавил и перемешал. Также еще раз повторюсь. Можно бульон заменить обычной водой. Но с бульоном вкуснее. Особенно если у вас бульон с говядиной. Теперь отправляю смесь в чашу для погружного блендера. Теперь с помощью погружного блендера все превращаю в водородную массу. Вот такая вот масса у вас должна получиться. Как раз баклажаны остыли. Самое время сделать рулетики. Конечно же для этого рецепта мне понадобятся зерна гранаты. Все готово, чтобы свернуть рулетики. Тонким слоем на обжаренный баклажан намазываю ореховую пасту. Если мало, то можно добавить еще. Но не переборщите. Добавляю вовнутрь зелень кинзы. И сворачиваю рулетик. И устанавливаю их на тарелку. И продолжаю дальше. Пока не сверну все рулетики. Вот такие вот красивые и аппетитные рулетики из баклажанов получились. Осталось посыпать гранатовыми зернами. И можно подавать к столу. Еще раз повторюсь. Как же я обожаю баклажан. Посмотрите какая красота. Так и просится на стол. Ну что, пробую? У меня на канале очень много рецептов с баклажанами. Но я скажу, что это один из лучших. Я бы добавил его, конечно же, в копилочку. И готовил бы почаще. Очень чувствуется вкусная ореховая начинка. И, конечно же, зелень кинзы. И сочетание гранатовых зерен. Это просто нечто. Можно сказать, короче, грузины знают толк в приготовлении баклажанов. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом. И не забудьте мне поставить лайк. Пока! Подписывайтесь на мой канал.